Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Ташкентский паренёк с Урала. Давно, ребят, я не делала обзоры на этот канал. Просто, вот знаете, как-то, наверное, времени мне не хватало. Я, хотя, периодически просматривала его видосы и поражалась наглостью этого человека. В принципе, вы знаете, я не могу его даже назвать человеком. После того уже, как раскрыли все карты на него, да, кто он есть такой, да, и что это типок женатый, имеет ребёнка, имеет квартиру, машину, и дачку прикупил, чтобы организовать вот такой вот проект. И всё с него, знаете, как с гуся вода. Ему плевать. Он продолжает снимать видосы и, представляя себя малограмотным таким человеком, который пытается сам своими ручками всё сделать, ну, чтобы заслужить как можно больше похвальных комментариев со стороны бабулечек. Вы знаете, сейчас у меня не обзор, не обзор на его видеоролики, а я хотела сообщить вам новость, что ташкентский паренёк с Урала теряет следом за Уралочкой свой канал. Слушайте, как-то странно, правда? Сначала Уралочка и следом Узбек. Не по одной ли они в программе занимались накрутками? Вот правда, ребят, интересно. Я заглянула в статистику Олешки. И знаете, что я увидела? А увидела я, ребят, минусы. С него списывают просмотры так же, как и с Уралочки. У Уралочки, конечно же, поменьше. Ну, а у Олешки пока не особо такие крупные, да, цифры. Но хочу сказать, что 16 апреля было снято, вернее, 18-го. Огромная сумма просмотров 296 тысяч. Представляете? Ну, а далее уже по мелочи 51 тысяча и 61 тысяча просмотров. Получается, наш Олешка теряет просмотры, как и Уралочка, то бишь теряет доход. Вы знаете, вот как-то Ютуб взялся такие за накрутки и правильно делает. Видать, слишком обнаглели блогеры, что решили обдурить Ютуб и таким образом накрутками занимаясь зарабатывать себе деньги. Это я немного крупнее взяла план из статистики, где видно списание на канале ташкентского паренька. И, знаете, вот хоть что-то радует, да? Столько дурил людей, что сам оказался, да, в одном месте. Сами понимаете, где. Сейчас понятное дело, что у Олешки подгорает пятая точка. Я, знаете, заглянула в его видеоролик крайний, в маски, в маски, потому что Мина, видать, кислая-прекислая. Или боится уже показать свою рожу, бесстыжую, наглую на публику, сколько людей бабулек обдурил. Но, знаете, радует, радует то, что Ютуб он не смог обдурить, потому что Ютуб обдурить, ну, просто невозможно. С Ютубом надо быть либо честным, либо никак не связываться. А то, думали, будут накручивать, будут пиарить, не делая при этом отметки, что прямая реклама, и косить, рубить бабосы. Мало того, что рубить бабосы с видосов, так ещё и косить, рубить бабосы с сердобольных бабулек и дедулек. Кстати, ребят, подскажите, почему ташкентский стал на себя напяливать маску? Вроде через экран заразиться-то невозможно, если он заболел, да, или боится и, правда, уже публично показывать свой фейс. А разговаривает-то по старинке, да, картавит. Картавит искажает слова, как будто вот-вот притащился из Таджикистана или Узбекистана, да, с таким акцентом. Короче, нравится Олешке включать дурня по-прежнему. Слушайте, он, походу, когда включает камеру, у него всё автоматически получается играть на публику. Ну, только театр, да, гнилого актёра. Олешка, тебя давно раскусили, тебя уже давно раскрыли, как поберуху, как лгуна, вруна, как человека, который столько времени обманывал своего зрителя, своих подписчиков, которые отправляли деньги, отправляли посылки, да, и думали, что несчастный бедный сиротинушка, которому так и правда нужна помощь, а сиротинушка оказался ещё и специалистом, ещё и мастером в спорте, ещё и женатым, ещё и с машиной и с квартирой. Но, понимаете, вот защитники и дедульки и бабульки, мне кажется, просто не могут поверить во всё это, да, и они пытаются сами себя обманывать и тешить тем, что всё это выдумки хейтеров. А Олешка и правда очень несчастный и очень добрый человек. Но зато Ютуб пришёл к этому доброму несчастному человеку, чтобы списать с него просмотры, которые были заработаны, да, неправильно, неправильно. И с нарушениями. Ребята, мне кажется, сейчас вот из-за всех таких вот хитропопых возьмётся Ютуб, кто накручивал просмотры, кто использовал какие-то специальные программы, да, для раскрутки канала. Мне кажется, Ютуб выбрал правильные действия, потому что совсем перефигели блогеры. Все в погоне за лёгкими деньгами, да, и решили обдурить такую огромную, да, площадку, как Ютуб, в надежде, что ничего никогда не всплывёт. Ну чё, удачи тебе, Олешка! Да, удачно тебе потерять канал! Ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные, и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну а я вас обнимаю. Всем пока-пока!